Все знают, что самый дешевый канал лидогенерации в мире это SEO-продвижение. В частности, поисковый трафик это самый дешевый способ получать лиды. В гугле каждый год обрабатывается 1 триллион запросов, и при этом 30% запросов приходится на первое место. Именно поэтому топ-1 является самым желанным при продвижении сайта. В этом видео я расскажу, как можно получить топ-1, и этот будет универсальный чек-лист для продвижения вашего бизнеса в гугле. Следует помнить, что 80% запросов приходится на мобильные устройства. 75 тысяч запросов люди запрашивают каждую секунду, и количество запросов растет постоянно на 10-15%. Локальный поиск, то есть запросы, которые делаются с запросом названия города, составляют практически 40% всех поисковых запросов поисковой системе. Проникновение Google Home такого сервиса фактически составляет в США уже более 30%. Менее 1% вообще всех пользователей переходят на вторую страницу, и 30% кликов приходится на то самое желанное первое место. Также следует знать, что 40% поисковых запросов приходится на платную рекламу. То есть люди всего лишь 60% кликают на остальную поисковую выдачу. На оставшуюся поисковую выдачу Google использует более 200 факторов аранжирования, а их количество до сих пор точно неизвестно. То есть сколько факторов аранжирования в Google мы толком не знаем. Большая часть запросов в поисковой системе, то есть более 40%, приходится на запросы, состоящие из 4 слов и более. То есть это на самом деле поражает. На самом деле сам Google составил свое руководство для веб-мастеров. Вы можете сами его почитать и изучить. И именно по этому руководству мы постараемся детально пройтись. Существует ряд правил для того, чтобы ваш сайт был в поиске. Не существует каких-либо быстрых волшебных уловок, которые предложит SEO, чтобы сайт ваш занял первое место. Важно отметить, что любой SEO-потенциал настолько высок, насколько высоко качество вашего бизнеса и вашего веб-сайта. Поэтому успешное SEO помогает лишь вашему сайту продвинуться вперед. Согласно одному известному SEO-шнику Брайану Дину, факторы ранжирования на 2021 год составляют следующие. В первую очередь это ссылающиеся домены. На втором месте идет органический CTR. Затем идут такие факторы, как удобство мобильного пользования, время пребывания на сайте и тому подобные факторы. Более детальный списочек я, конечно же, оставлю в описании видео и, конечно же, я постараюсь детально рассказать, какие факторы важны, а какие нет. Если вы хотите занять более высокое место в Google, вам необходимо следовать рекомендациям для веб-мастеров. Согласно мнению Брайана Дина, достаточно известного в мире SEO, факторы ранжирования в 2021 году будут следующие. В первую очередь это будут ссылающиеся домены. То есть какое количество доменов ссылается на ваш сайт. На втором месте будет у нас органический CTR. Он решается от того, какие у вас будут тайтлы и дескрипшены. На третьем месте Брайан Дин выделяет непосредственно наличие мобильной версии и удобство пользования вашего ресурса. На последних местах уже идут он-пейдж SEO, количество внешних ссылок и тому подобные факторы. Не обращать внимание на рекомендации Google и доводить свой сайт до их требований и ожиданий. Итак, если мы посмотрим, одним из самых важных факторов для нахождения сайта в топах, это репутация вашего сайта. Google очень яростно борется за конкуренцию в так называемых высококачественных нишах касательно здравоохранения, медицины и тому подобных. И репутация вашего ресурса имеет наиболее высокое значение для того, чтобы находиться в топ-1. Вы будете точно находиться в топ-10, если ваш сайт, по крайней мере, не является мошенническим, либо не создан с целью генерации контента, а является полезным для пользователя. Поэтому репутацию сайта нужно будет нарабатывать и нарабатывать ее в первые месяцы у вас просто так не выйдет. Поэтому репутация сайта это первый фактор, который будет решать на то, что будете вы в топ-1 или не будете. И на репутацию можно повлиять разными методами. Об этом я чуть расскажу позже. Мое дополнение, что сегодня необходимо делать, это создавать контент для людей и забыть иногда про поисковые системы, потому что множество веб-мастеров тратят много времени, как оптимизировать сайт под Google, Яндекс и другие поисковые системы. Но на самом-то деле сегодня важно именно служить человеку, потому что Google был создан не для поисковых роботов. Он создал систему, чтобы обслуживать человека и он обновлял свои алгоритмы длительный период, чтобы максимально удовлетворить запросы пользователей. RankBrain был создан в 2015 году. Это искусственный интеллект, цель которого максимально понять, что хочет человек и предлагать именно этот контент. Поэтому, когда вы создаете сайт, забудьте про поисковую систему. Создаете новый контент, думайте, как помочь человеку, как удовлетворить его запросы и создать контент, который максимально удовлетворит его намерения. И после того, как вы создали такой контент, вы можете уже инвестировать как раз свои ресурсы для оптимизации под поисковые системы. К примеру, зайдите в наш блог, зайдите на наш сайт. Мы изначально пишем контент для человека. Написали статью, после этого, когда мы понимаем, что необходимо уже оптимизировать поисковую систему, мы начинаем уменьшать какие-то технические составляющие, но при этом мы никогда не игнорируем намерения пользователей. Брайан Динг, к примеру, проводил свое исследование. Он взял страницу и убрал какие-то элементы, картинки, которые были, скажем так, они уменьшали техническую оптимизацию. И поднял уровень оптимизации с 17, чуть ли не до 100. При этом он анализировал поведенческий фактор. Он упал, люди меньше проводили времени на сайте, но поисковая позиция при этом не поменялась. Потому что на самом-то деле Google хочет именно, чтобы был контент, созданный для человека. А после этого, когда вы уже создали такой контент, передавайте его программистам и оптимизируйте под поисковую систему. Помните, написание текстов дизайна для человека, а потом уже оптимизация под поисковую систему. Создание привлекательного и полезного контента, вероятно, повлияет на ваш сайт больше, чем любой из других факторов, обсуждаемых здесь. По крайней мере, для конкурентных ниш, где Google намеревается контролировать рекомендации по качеству, Google будет вознаграждать только высококачественные страницы. И наиболее высокий рейтинг будет оправлен для страниц с удовлетворительным или полным количеством очень качественного содержания. Когда мы задаем какие-то либо запросы в поиске, мы рассчитываем получить нужный нам результат. На эти факторы, согласно руководству вебмастеров, наша страница должна соответствовать. Она должна соответствовать интенду поискового запроса. Если мы вбиваем рецепт какого-то блюда, мы ожидаем получить рецепт конкретного блюда, а не набор непонятно чего, какую-то обзорную статью. Поэтому очень важно, чтобы наш документ, наша страница соответствовала поисковому запросу. Нельзя. Если раньше говорили mobile first, сейчас говорят mobile only. Большая часть сайтов уже с 2018 года переведена на индексацию мобильным роботом Googlebot. И если ваш сайт до сих пор не соответствует правилам и рекомендациям мобильной верстки, у меня для вас большие проблемы. На самом деле, вы не сможете просто так занять топ-1 без адекватной мобильной версии в конкурентной нише. Google стремится ранжировать страницы, автор которых имеет очевидное познание в предметной области, о которой они пишут. Эти рейтинги, качества, выполняемые специалистами-оценщиками, основаны на EAT, экспертности, авторитетности и траста, которая представляет собой просто опыт, авторитетность и надежность основного содержания страниц. Следующим фактором наличия вашего сайта в топе будет разумная архитектура. Что такое разумная архитектура? К любому элементу вашего сайта поисковая система должна иметь прямой доступ. Она должна при помощи навигации поискового робота, переходя по внутренним ссылкам, попадать на все страницы, которые должны быть в индексации. Узовно говоря, если ваша страничка находится непонятно где, вряд ли она будет нормально проиндексирована. Поэтому уделяйте внимание архитектуре, чтобы поисковый робот мог грамотно просканировать ваш сайт. Делайте удобное навигационное меню, которое будет открыто для индексации поискового робота. Я часто вижу сайты, у которых проблемы как раз на этом моменте. Банальные трюки с хлебными крошками, банальные трюки с кликабельными фильтрами решают большинство проблем с архитектурой. Существуют хорошие, уже существующие решения для систем управления контентом и создания сайтов на разных платформах, где эту проблему решили. Но, я так скажу, по моей внутренней статистике, более 70% сайтов имеют серьезные проблемы с архитектурой. И таким образом, даже если они будут стараться, топ-1 для них по большей части запросов будет закрыт. Если Google сможет обнаружить вложения и времени, и труда на ваш сайт, есть признаки того, что они вознаградят вас за это. Или, по крайней мере, вас не коснется, когда другие, то есть, вы подниметесь в поисковой выдаче, когда другие будут падать. Для того, чтобы собрать грамотную архитектуру сайта и создать структуру, вам нужно сделать две вещи. В первую очередь, вам нужно проанализировать конкурентов. Для этого изучите каждого из конкурентов, посмотрите, какие страницы приносит ему трафик, для этого можно воспользоваться серпстат, либо ахревс, для того, чтобы проанализировать их. И посмотрите, какие страницы у него приносят трафик. Изучите структуру этих страниц, посмотрите, как реализовано в них меню, навигация, хлебные крошки и тому подобные элементы. Постарайтесь их внедрить в структуре своего сайта, который вы будете разрабатывать. Затем вам нужно будет собрать семантическое ядро. Исключите эти запросы, которые нерелевантны для вашего бизнеса по анализу конкурентов, потому что есть вероятность, что полностью конкуренты вы повторять не будете. Изучите все запросы, которые вам нужны, кластеризуйте их, распределите по группам, оцените трафик каждой из групп и организуйте будущую перелинковку за счет той структуры, которую вы проанализировали. Оптимизированная архитектура сайта помогает поисковым роботам находить и индексировать все страницы вашего сайта, равномерно распространять авторитет внешних ссылок на все страницы вашего сайта и позволять посетителям легко находить на вашем сайте то, что им нужно. Напоминаю, что структуру нужно разрабатывать только в двух случаях. Либо до создания сайта, либо до его редизайна. Перерабатывать структуру, собирать семантическое ядро для уже готового сайта – это часто бесполезный мартышкин труд. Потому что собранные слова, если вы не будете реализовывать и изменять структуру вашего ресурса, это будет просто табличка с ключевыми запросами, от которой вам никакого толку. Поэтому уделяйте внимание этим моментам на будущем редизайне или на моменте до создания сайта. Если вы не будете реализовывать и изменять структуру вашего ресурса, это будет просто табличка с ключевыми запросами, от которой вам никакого толку. Поэтому уделяйте внимание этим моментам на будущем редизайне или на моменте до создания сайта. Структура сайта – это результат тщательного обдумания, продуманного дизайна и точной организации ресурса Лучшее время для разработки полурочной структуры сайта – это до того, как вы создадите свой сайт Однако, если вы меняете дизайн своего сайта, вы можете переделать дизайн и реорганизовать некоторые элементы навигации, чтобы улучшить структурное SEO Напоминаю, что ваше продвижение в топ никогда не будет успешным, если вы не будете делать качественные и естественные ссылки на ваш сайт Без этого продвижение попросту невозможно, поэтому заложите уже в ваше продвижение затраты временные и денежные на линкбилдинг Это то, без чего вам не продвинуться вовсе И вопросы, какие вы будете решать при линкбилдинге, вам нужно будет сделать те же действия Вам нужно будет изучить конкурентов, посмотреть, какие ссылки они получают, на какие страницы ссылки ведут Какой анкор-лист ваши топ-конкуренты используют Какие ссылки естественные, то есть оставленные пользователем Какие ссылки используются при помощи специализированных сервисов-агрегаторов Попытайтесь оценить, какие ссылки являются трафиками Здесь, конечно же, поможет вам какой-нибудь SimilarWeb или аналогичный сервис Напоминаю, что первое место привлекает гораздо больше трафика, чем любые другие Первое место привлекает 30% кликов всех в поиске Второе место привлекает гораздо меньше, от 10 до 15% И гораздо меньше привлекают оставшиеся 8 результатов выдачи в гугле То есть, по-любому нужно фокусироваться на первую двойку Но вы же можете сказать, что там уже сидят в топе сайты И как их переранжировать, что делать? Воспринимаете топ-10 в поиске, как некий список фильмов Которые вы составили, допустим, на текущий год К примеру, вот вы вбили поисковый запрос Фактически это как топ результатов, допустим, любимых фильмов на этот год Выдача меняется и меняется по различным причинам Вы это должны понимать Потому что фильмы устаревают, выходят какие-то новые фильмы Какие-то старые фильмы переосмысливаются и могут подниматься наверх То же самое происходит и в гугле Все эти 200 алгоритмов, которые направлены на ранжирование Могут поднять ваш сайт Если вы переработали контент, улучшили ссылками Доработали свою репутацию Организовали архитектуру И ваша страничка с третьего места Может подняться на первое Именно благодаря этим вещам И можно вытащить сайт в топ Итак, вы, собственно, смотрите это видео Чтобы узнать факторы Как все-таки сайты получают тот самый топ-1 Итак, первый фактор, на самом деле он и на первом месте Это бренд Все бренды держат топ-1 в выдаче Следует это понимать Большинство топовых крупных сайтов сидят в первой тройке И чередуются друг с другом Сайты без сильного бренда в топ-1 практически отсутствуют И встретить какой-то малопопулярный сайт в топ-1 Это редкость и скорее исключение, чем правило В буржу-нете это нормально В бурже редко в топ-1 будет находиться какой-то ноунейм В то время как у нас, как мы знаем, алгоритмы гугла работают в 5 раз слабее То есть, как говорил Михаил Шакин Говорит, 20% силы работают все алгоритмы в рунете А в Украине еще слабее Поэтому да, иногда выскочки могут быть Которые ноунеймы занимают топ И это действительно проблема нашего рунета Мы с этим сталкиваемся Но сильные бренды выдавливают слабаков в выдаче Поэтому поработайте над своим брендом Придумайте ему хорошее название И уделяйте внимание упоминаниям своего бренда в сети Следите за своим брендом через такие сервисы Google Alerts и Google Trends Google Alerts вы будете следить упоминанием брендов А в Google Trends вы будете следить за его реальной популярностью Сравнив его с конкурентами Фактор номер 2, который вы должны понимать Это то, что в Google существуют разные элементы выдачи Я писал большую статью, посвященную расширенным сниппетам И разным элементам выдачи И рассказывал про вырождение органического трафика За счет тех самых красивых расширенных элементов Которые используются в Google Поэтому прежде чем вы хотите занять топ-1 Вы должны немножко задать себе другие вопросы Они не должны быть Как я хочу попасть в топ-1 элемента выдачи Нет, это неправильно Вы должны сфокусироваться на таких вопросах Как я получу расширенный сниппет по вопросам Потому что вопросы в поиске В частности Suggestions в Google Занимают практически 30% всех результатов в бурже И привлекают больше всего кликов Поэтому получение просто факт-пейдж элемента Как говорил Дмитрий Севальнев в своем видео Который рассматривал факторы ранжирования на этот год Это является приоритетом вашего продвижения в Google Во-вторых, вы должны задаться вопросом А как я получу расширенный сниппет по своим новостям и статьям Чтобы попасть в расширенный блок статей Затем задумайтесь А как мне получить классный расширенный сниппет по своим видео Которые я еще пока не снял Да, нужно снимать видео по поискам-запросам Потому что если запрос по умолчанию показывает видеоблог Нужно по нему снимать видео Поэтому озаботьтесь о том, чтобы сегментировать свое семантическое ядро На предмет поиска видеоэлементов Затем задайте себе вопрос А как получить себя в листинге товаров Которые выводятся в разделе покупки Также подумайте А как получить показ своих изображений в Google картинках Ведь с картинок тоже можно прекрасно собирать трафик И некоторые изображения прекрасно ассимилируют на себя трафик Получше любого Пинтереста Для локального бизнеса однозначно нужно озаботиться Чтобы вы показывались в блоке Google карт И конечно же сделайте так, чтобы по брендовому запросу Отображалась карточка вашей организации В противном случае там может отображаться кто-то другой И вы не будете получать трафик Как я говорил, 40% запросов в поиске Связаны с поиском каких-либо локальных запросов Если вы спрашиваете купить там, не знаю, iPhone Вам скорее всего покажутся магазины, которые его продают рядом И будут показаны те самые карточки товаров, которые вы спрашиваете Поэтому секрет на самом деле попадания в топ не такой уж и сложный Во-первых, выберите из вашего семантического ядра главный ключ Оптимизируйте страницу под этот главный ключ Затем постарайтесь сделать так, чтобы контент содержал в себе упоминание Каждого слова из того кластера семантического ядра, которое вы написали Соберите синонимы и подсказки Для этого прекрасно годятся сервисы Ahrefs и Serpstat Выбирая так называемые слова с определенной степенью связи Постарайтесь снабдить вашу статью, вашу запись, вашу карточку товара вопросами Оптимизируйте их вот этими четырехсловными и более вопросами на вашей странице Потому что вопросы привлекают очень много трафика Затем постарайтесь использовать разные анкоры Внутренние анкоры могут примерно быть одними и теми же То есть перелинковывать можно себя одинаковыми анкорами Но если вы хотите делать внешние ссылки, не повторяйте ошибку Делайте разные анкоры, делайте разный околоанкорный текст Чтобы это выглядело максимально естественно То есть если внутри ваши анкоры могут повторяться с целью, чтобы усилить определенное ключевое слово То внешние ссылки обязательно должны содержать разные вариации анкоров Потому что в противном случае это будет выглядеть неестественно И поисковые системы вас спалят на покупке ссылок Поэтому на этом я бы сосредоточил вашу работу по продвижению Также постарайтесь сделать так, чтобы на вашу страницу ссылались другие сайты На ваш сайт должны ссылаться другие сайты, иначе вам не светит никакое продвижение Но не сосредотачивайте ссылки на коммерческих страницах Попросите сайт ссылаться на ваши глубокие страницы Например, на странице ваших конкретных товаров, если будет писаться обзор Либо на странице ваших статей, ссылаясь на вас как на первоисточник Эти ссылки будут выглядеть гораздо естественнее А за счет того, что они поднимутся в топах, вы можете перелинковать и усилить другие свои страницы Третий фактор, который вы должны не сбрасывать со счетов, конечно же, это апдейты гугла Если не знать, какие апдейты гугла были, а какие ожидаются, вам светит провал Вы не сможете продвинуться по человечески в топ И часто мы все говорим, что нужен классный контент Нужен быстрый сайт, нужна классная мобильная версия Что нам еще нужно? Да целый список нам всего нужен Но на самом деле, когда я читаю, что у меня сайт упал в поиске, я просели позиции, я не знаю, что делать Я задаюсь иногда таким вопросом А если я посещу их страницу, не буду ли я разочарован? Если, допустим, я посещу их сайт и сравню с конкурентами Неужели он лучше такой, чем сайты, которые заняли топ? Или если ответы на вопросы будут отрицательными, то есть сайт хорош, контент классный Тогда я буду задать вопрос, а в чем же конкретно они облажались? Какой алгоритм гугла они проигнорировали? И вот здесь действительно алгоритмы гугла являются тем, что нельзя сбрасывать со счетов И в целом вы должны понимать, что каждые три месяца выкатывается какое-то большое обновление ядра Апдейты в гугле выходят постепенно Но большое обновление ядра происходит раз в три месяца Поймите, гугл не обязан вас показывать на первом месте Он ничем вам не обязан, вы ничего ему такого не делаете Гугл сам решает, кого показывать или нет И более того, если, допустим, вы поднялись в топ или, допустим, вас спустили вниз Это связано со множеством факторов Вы могли что-то напортачить на своем сайте Либо конкуренты могли напортачить и вы поднялись наверх Либо конкуренты сделали что-то лучше, чем вы И вы ничего не меняли и вы просили вниз Изменился поисковый алгоритм, поменялись приоритеты Изменился чей-то элемент выдачи и усилилась кликабельность Очень много факторов, по которым топ-1 может смещаться И вы должны к этому прекрасно отдавать отчет Сегодня вы в топ-1, завтра топ-3 Вы должны вовремя реагировать и, конечно же, исправлять то, что произошло Поэтому невозможно в SEO сказать SEOшнику Сделай меня в топ-1 и чтобы я был там годы вперед Это невозможно Как я и говорил в той аналогии с фильмами Список фильмов регулярно меняется, переосмысляется И также ваше место в топ-1 может меняться То есть, как вы понимаете, нет четких факторов Которые могут вам гарантировать стабильное место в топ-1 выдаче На самом деле это невозможно Выдача может меняться вне зависящих от вас, от SEO-специалиста И от многих других причин Это как курсы валют Они варьируют от множества факторов И по тем же причинам ваше место в топ-выдаче Google Тоже может меняться естественным образом И поэтому четвертым фактором будет выбор правильных ключевых запросов Как вы понимаете, по всем запросам топ-1 вам не взять И это логично Но по большинству других вполне возможно И скажу так, все вопросы можно сегментировать по определенным группам Легче всего научиться ранжироваться по запросам названия вашей компании Яркий пример по запросу SEO-квик, конечно же, видно нас Вы это можете легко убедиться Например, если вы продвигаете свой локальный бренд Убедитесь в том, что название вашего локального бренда Уникальное в вашем регионе и не пересекается с кем-либо другим Я уверен, что в Одессе только один пивной сад и не существует его другого аналога Это известная пивная Также есть Аромакава Сеть кафе по всей Украине И других Аромакава не существует Поэтому очень важно грамотно выбирать бренд Как выбирать бренд, на самом деле, это целая наука И я расскажу как В первую очередь вы должны проанализировать все названия компаний в вашей нише От конкурентов до самых маленьких Да, даже до самых маленьких Во-вторых, убедитесь в том, что названия, которые вы выбрали, уже использованы И вы выбираете те названия, которые отсутствуют Легко проверяете названия вашего будущего бренда в поисковой системе Если вы видите, что в поисковой системе по вашей нише не показывается никто Значит, это идеальное название Следующим шагом будет выбор правильного домена вашего сайта Глупо будет, если ваш сайт будет называться «Рога и копыта», а URL будет какой-нибудь другой Да, то есть, на самом деле, моя аналогия «Рога и копыта» самая популярная Вы, наверное, это заметили Вот, и на самом деле, выбор названия фирмы будет сопровождаться также с проверкой вашего подбора доменного имени Подбирайте доменное имя, ищите свободное И сразу ищите, закупайте сразу свободные доменные имена Во всех доменных зонах Ru, com, ua, buy, kz, com и другие Возьмите их сразу, надолго, на несколько лет вперед Потому что, возможно, вы захотите расширить свой бизнес И будет обидно, если кто-то взял и купил ваш бренд в другой доменной зоне, а это не вы И вы не сможете по-человечески зайти на другой регион И где-то треть моих клиентов допускают грубую ошибку при выборе названия Чаще всего название не соответствует домину, либо это название уже кем-то занято И является просто таким слабозвучным отличием Допустим, там, ООО спектр и ИП спектр, к примеру, как-то так Или просто там ООО спектр, а та ООО спектр С И вот такие вот глупости, это точно плохо То есть для продвижения это катастрофа, особенно по брендовому запросу Третьей ошибкой, которой я чаще всего сталкиваюсь Это когда название вашей компании равно, либо созвучно с названием услуги И тогда по запросу названия компании просто отображается чья-то страничка услуг И уж точно не вы Да, мы знаем в мире известные исключения типа Apple, еще такое Но следует вспомнить, Apple появилась задолго до того, как интернет стал массовым То есть фактически в том виде, как он есть И именно Apple является феноменом Tesla, например, когда появилась, она сразу ассоциировалась с автомобилями Tesla, а не с Николой Tesla Но на первое время, когда компания Tesla появилась, она конкурировала долгое время с самим, собственно, изобретателем И только спустя время произошло переранжирование Но учтите, сколько денег Tesla потратила на маркетинг И вряд ли каждый бизнесмен готов потратить столько же на продвижение своего бренда На назарег, говорится, своего бизнеса Следующий тип запросов, на которые нужно сфокусироваться, это, конечно же, продвижение ваших услуг Услуги продвигать чуть-чуть сложнее, конечно же, чем бренд, но вполне возможно Делается продвижение услуг за счет трех факторов Первый фактор – вы должны оптимизировать вашу страничку под все поисковые запросы, как я говорил ранее Учесть вопросы, расписать четко ответы и, конечно же, уделить внимание семантике контента, который на ней находится Во-вторых, вы должны, конечно же, вашу страничку услуг снабдить ссылками, как внутренними, так и внешними И, к сожалению, да, серый метод здесь работает, большое количество ссылок хорошо до сих пор еще работает в ряде ниш В частности, в локальных услугах работают до сих пор местные ссылки в большом количестве всевозможных сервисов Да, это еще пока работает, но, как говорится, Google не за горами и за ссылки, чувствую, возьмется, скорее всего, как я вангую, скорее всего, с осени Поэтому продвижение услуг строится на этом Ну и третье, конечно же, вы должны уделять внимание качеству страницы, потому что на вашу страницу люди должны хотеть ссылаться, делиться вашими услугами странички И, конечно же, цитировать ее в всевозможных форумах, в комментариях или других сервисах Следующая по трудности вариант продвижения – это продвижение каких-либо услуг без привязки к региону И здесь до сих пор существует тяжелая борьба в силу Иногда здесь большое количество ссылок может перевесить, ну, большое количество плохих ссылок, я имею в виду Перевесить небольшое количество качественных ссылок Здесь идет война с серыми методами До сих пор продвижение услуг без привязки к конкретному городу, району действительно сопровождается тяжелой борьбой Именно все, потому что конкуренция может быть жесточайшая, особенно если это какие-то юридические услуги Здесь действительно мы видим, что в топах сидят сайты, которые наращивают и наращивают ссылки постоянно Делают большое количество контента, перелинковываются, делают огромное количество сеток, все что угодно И здесь белые методы работают очень тяжело, потому что ранжирование здесь постоянно чередуется Мы заметили, что если в локальной выдаче все работает более-менее по белому То как раз в выдаче без привязки к конкретному городу, без привязки к конкретной области Чередование контента идет просто безумным и места постоянно меняются На примере наших сайтов клиентов мы этом очень серьезно убедились Локальные сайты более стабильны, чем сайты без привязки к гео Ну и конечно самый тяжелый метод продвижения это продвижение товаров Да, на самом деле представьте себе, вы продаете товары, которые продают тысячи других магазинов Их реально могут быть тысячи магазинов, которые продают один и тот же товар И здесь борьба идет за несколько направлений Во-первых, за уникальную товарную матрицу То есть когда вы находите те товары, которые пользуются спросом, но конкуренты, как говорится, еще не завезли Во-вторых, это уникальные описания, достаточно обширные, развернутые описания, обзоры, дополнения контента Вы здесь боретесь буквально за любые усиления страницы в плане контента Третье, на что вы уделяете внимание, это, конечно же, поведенческий фактор Поведенческий фактор на карточках товаров имеет колоссальное значение Сюда включены и триггеры доверия, и нужные кнопочки для того, чтобы пользователь повзаимодействовал с вашей страничкой С карточками товаров решает все Вам должен быть очень крутой пейджранг вашего сайта Грамотная перелинковка, удобнейшая навигация Чтобы вес вашего сайта распределялся по всем тысячам, десяткам тысяч карточек ваших страниц Потому что на сайтах по продаже товаров могут быть реально сотни тысяч страниц Как категорий, так и конкретных карточек И для того, чтобы вес равномерно распределился А про вес мы знаем, этот алгоритм никуда не менялся и пейджранг никуда не уходил Его просто сейчас не видно, но он существует и пересчитывается На это должны быть огромное количество внешних ссылок Внешние ссылки должны быть на все На конкретные карточки товаров, на главное, на вашей странице блога, на конкретные страницы обзоров Поэтому линкбилдинг интернет-магазинов считается самым трудным на сегодняшний день в 2011 году Если у вас есть интернет-магазин и вы хотите конкурировать с монстрами и занимать топ-1 Линкбилдинг здесь обойдется вам в очень большую копеечку Крупнейшие сайты вкладывают огромные усилия в линкбилдинг Они делают партнерские программы для того, чтобы люди писали блоги и ссылались Они делают все, то есть на самом деле крупнейшие магазины не просто так, как Амазон ввели партнерскую программу Они прекрасно понимают, как работает ранжирование И одним брендовым запросом Best Buy может прекрасно вас перебить, даже тот же Амазон И топ-1 позиции удерживаться и за счет вот этих хитрых серых методик Которые на самом деле прекрасно пользуются другие SEO-шники, например, гости наших вебинаров Прекрасно рассказывают, как зарабатывают они на таких интернет-магазинах Да, на самом деле продвижение интернет-магазина это не самая легкая стезя И если у вас есть интернет-магазин, сразу говорю, что здесь просто одним техническим абудитом вам не обойтись Вам нужна стратегия для его вывода в топ и конкурирование действительно с монстрами этого рынка Как вы видите, топ-1 это действительно важно Попасть в него это грааль в SEO Попасть по коммерческим запросам это просто сверхуспех, как говорится, вашего бизнеса И если вы не будете уделять внимание всем факторам, которые я перечислил Есть очень высокий риск, что вам светит в лучшем случае топ-4, топ-5 То есть небольшие крупицы верхушки айсберга, которая вам нужна И я так скажу, если вы хотите продвигаться Обязательно уделяйте внимание SEO Следите за алгоритмами, следите за новостями Мы сообщаем новости, чуть ли не каждый день у нас выходят подкасты Каждую неделю у нас выходят по нескольку видео на наших каналах, в которых мы рассказываем про SEO Контекстную рекламу, социальные сети и YouTube YouTube тоже важный фактор по увеличению популярности вашего бренда Поэтому не забываем подписываться, слушать наши подкасты И конечно же задавайте вопросы в комментариях Я на каждый комментарий отвечаю А по самым интересным комментариям я делаю отдельные аудио-ответы Которые вы можете прослушать у нас на сайте До новых встреч и высоких вам позиций продаж и трафика Продолжение следует... Продолжение следует...